Скажем, слава Господу! После такого псалма хочется молиться, а не проповедовать. Написано, явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас. Слава Господу! Я хотел бы об этом сегодня говорить. Он пришел на эту землю тогда, когда определил Ему Отец. Написано, она явилась. Это не плод человеческих желаний, стараний, усилий, способностей каких-то. Но поступило время, написано, однажды, к концу веков Бог послал Своего Сына, дабы совершить искупление всех человеков, живущих на земле. И мы живем во время этой благодати. Эта благодать на нас изливается. Ибо явилась благодать Божия, и она явилась в нашей семье и судьбе. Слава Господу! Она нам открылась, она нас спасла, она нас преобразила. Она нас сегодня делала способными жить, хранить себя. И даже спотыкаясь и падать, подыматься вновь. Потому что это научающая благодать. И она явилась. И это факт, который уже совершен. И мы с вами свидетели этой благодати. Слава Иисусу! То, что делает Он, Он делает навсегда. Слава Господу! И я сегодня хотел бы об этом говорить. Здесь написано, в этом месте написание. Это послание к Тимофею, 2 глава, с 11 стиха и начало 12. Нам пришла записочка, чтобы мы говорили адреса. Видать, кто-то фиксирует. Вы знаете, вот явилась эта благодать. И написано, она явилась для всех. Для всех человеков, и она спасительная. Здесь не говорится о том, что люди теперь без выбора. Раз для всех явилась, значит, все ее примут и все спасутся. Нет. Она явилась для всех. Говорится о том, что Бог не лицеприятен. Он не избирает, как избирают люди по цвету волос, по походке, по фигуре, по уму, по финансовому положению или так далее, так далее. Он для всех дал свое спасение и свою благодать. Она явилась для всех с нами. Вы знаете, ведь во времена Ветхого Завета тоже являлась благодать, правда? Но согласитесь, тот народ, который был в рабстве 400 лет, уже сколько поколений, поколений под гнетом, в тяжких работах, никакой там справедливости не было. Они жили, и кто-то умирал. И вот однажды пришло время, и Бог свой народ вывел из рабства Египта, и они радовались и ликовали. И скажите, ведь это благодать. Получить свободу. Стать свободным. Однажды ты свободен. Ты можешь идти куда хочешь и делать что хочешь. Ты свободен. И это благодать Божия. И мы видим, что тот народ, который Бог вывел, который Бог ввел благодатью Своей и продолжал сопровождать. Написано, столб облачный. Днем он всегда сопровождал, сопровождал народ Божий. Он оберегал от жары, да, неким таким покрывалом, или укрывал их вот этим облаком, да, облачный это столб. Или, например, напротив ночью, когда это был столб огненный, огненный, и нужно было, наоборот, согреваться. Это была благодать Божия. Когда люди хотели пить в пустыне, не было воды. Бог чудным образом давал воду из скал. И это благодать Божия, правда. Люди выходили утром, собирали манну, кушали, кушали в пустыне, не сеяли, не потели, не поливали. Они просто ходили каждое утро и собирали манну, и кушали, и были спасены. И это Божия благодать. Слава Господу. Вы знаете, нам, наверное, сегодня было бы очень приятно, да, это было бы для нас тоже благодатью. Не надо работать. Утром встал, пошел в магазин, набрал, что надо, пришел и кушаешь, и занимайся своими делами. Мы должны зарабатывать свой хлеб, мы должны что-то делать, мы должны садить огороды, мы должны потеть. Во время, когда гнус, мы должны окучивать все. То есть, мы должны работать. Они этого не делали, и это для них было благодатью Божией. И можно многое-многое о чем говорить. Когда они устали кушать манну, они захотели мясо, и Бог мясо им дал. И это тоже благодать Божия. Но вы знаете, что я хочу сказать? Все это, оно не меняло людей. Явление этой благодати обильное. Бог показывал, что Он всегда рядом с ними. Сердца людей не менялись. Независимо от того, что они кушали, пили, грелись, были хранимы, Бог их вел, сердца их не менялись. И написано о временах благодати, которые ангелы хотели приникнуть, да, в которые ангелы, когда это настанет? Это говорилось не о Ветхом Завете, это говорилось о Новом Завете. То есть, о той временной благодати, в которой сегодня мы с вами живем, которая началась со временем, когда Иисус пришел на землю, когда Иисус начал спасать, когда Он, пострадавший, воскрес, когда Он послал обетованный Дух Святой на землю, на церковь. Это те времена благодати. Вот туда хотели приникнуть ангелы, или к этому хотели приникнуть ангелы, да. То есть, они хотели тоже это иметь, но это не для ангелов. Это для нас, слава Иисусу! И мы сегодня живем в это время, хотя Иисус Христос пострадал почти две тысячи лет назад, извлияние Духа было в те времена, и Бог являл Себя в те времена, и созидание церкви. Сегодня мы живем тоже в это же время благодати, которая явилась нам, и мы стали ее свидетелями. Слава Господу! Но я хочу отметить, друзья, о том, что ведь и сегодня, или, так скажем, времена Нового Завета, и по сегодняшний день, не все эту благодать могут принять, или хотят принять. Не все. Идет Иисус по дороге, и вот Захей на дереве, Он увидел, Он сказал, мне должно сегодня быть у тебя, и этот человек получил благодать. Сколько много сотен людей там было, и провожали, и встречали Иисуса Христа, и пришли посмотреть, или послушать, или что-то получить, но получил Захей. Сколько людей в День Пятидесятницы из Лени было собрано в этом городе, но три тысячи только спаслись. Это был миллионный город, друзья мои. И по сегодняшний день, хоть Бог эту благодать дает всем право получить эту благодать, получают немногие, или получают не все. Но сегодня мы на этом месте, потому что мы однажды эту благодать с вами получили. Слава Иисусу! И сегодня мы радостны, сегодня мы всякий раз, мы сюда стремимся, возможно, преодолевая немощи, болезни, какие-то ситуации жизненные, да, мы преодолеваем расстояние, да, которое может быть для пожилых сестер, это проблема, нет машин, тяжело идти, уже не то здоровье, да, мы преодолели, мы пришли сюда, на это место, по одной простой причине, что мы с вами эту благодать и получаем сегодня. Слава Господу! Которое написано дальше, научающее нас. Ведь Бог нас возродил и поменял. Бог дал нам спасение, и это совершенное действие, и мы с вами свидетелями. Но Бог нас не оставил в таком положении. Написано, это явилась благодать спасающая, и там написано, научающая нас. И дальше, Бог нас научает с вами, Бог трудится с вами над нами, чтобы мы и дальше могли меняться под действием этой благодати, чтобы мы всегда знали, что только от нее мы зависимы. Она нас меняет, она нас преображает, она делает нас способными подчинить себя воле Божией. Мы с вами понимаем, и там дальше написано, научающий нас что? Чему он нас научает? Там дальше написано, чтобы мы отвергнув. Значит, получается, Бог нам дает, и он нас научает, и не только от него все зависит. Есть другая часть, написано, чтобы мы отвергли. Благодать Божия нас научает, чтобы мы отвергали, избирая Божие Слово, избирая так, авторитет Божие Слово, всегда на Него полагаясь. И мы с вами знаем, что жизнь такова, что любые ситуации, приходя в жизнь, они требуют своего. Где-то нам нужно являть милость, где-то нам нужно являть терпение, где-то нам нужно являть твердость, где-то надо мягкость являть, где-то дружелюбие, а где-то надо от кого-то удаляться. Так нас учат Слово Божие. Где-то надо быть жертвенными, а где-то надо повременить, написано в Добродетели, будьте рассудительны. Итак, разные жизненные ситуации, они требуют у нас правильного поступка. То, что записано здесь. И что приводит к благословению, к созиданию. Или наоборот. Если мы перепутали, и неправильно поступили, где надо было оказать твердость, сказать, что отойди от меня, а мы мягкость проявили, спасовали, постеснялись, и что-то не отрезали, то, что приходит в жизнь. Когда мы поступаем не по Слову Божьему, приходят в жизни не созидания, разрушения. Приходят проблемы в жизни. И мы, смотрите, вспомним такой библейский пример, который написан, записан в Ветхом Завете. Вот этот пример с Давидом. Вот восстал сын на него. Война. И это беда. Скажите, война это беда. А эта беда еще была усугублена тем, что не филистимляне восстали. Родной сын, вышедший из тресел, восстание поднял, и царство забирает, забирает, надругается над отцом, и все, что угодно там делает, забирает его на ложниц, жен. Ну, это беда. Война это беда. И мы скажем, почему это случилось у Давида? Кто виноват? Авесолом, который восстал. Эта проблема была Давида. Бог сказал, за то, что ты сделал так, я сделаю явно. Ты сделал тайно, я сделаю явно. Это был жизненный урок. Это был серьезный урок. И так бывает Бог. Но мы видим, что Бог не отверг Давида. Он его чему-то научал. И Давиду пришлось что-то пережить. И это научающее было. Ведь скажите, Бог не торопится с нас что-то спрашивать. Правда? Если бы Бог у нас сегодня спрашивал за все, что мы делаем неправильно, нам бы было тесно в этом мире. Скажите, грустно, как Вадим сказал. Мы бы унывали, были печальны. Когда мы неправильно ответили, когда мы в терпении не проявили, дружелюбие не проявили, еще что-то, да, ответили резко. И так далее, и так далее, и так далее, друзья мои. Но Бог, Он нас научает. И это не говорится о том, что-то благодать научающая явилась, и теперь Бог все делает с нами, что хочет, а у нас, а мы с такой спорабощенной волей. Нет. Мы всегда открыты для выбора. И благодать научающая, она нас научает тогда, когда мы хотим научаться, когда мы, написано, да, мы отвергаем, мы избираем Божье Слово. Может быть, пройдя борение, взвешение, может быть, не сразу это получается, вот, а может, по прошествии мы опять что-то влезли, где-то нас не хватило, мы резко ответили, или еще что-то, друзья мои, но мы избираем, избираем, тогда мы получаем наставление и научение. Эта благодать, она нас научает, она нас формирует, друзья мои. И, вы знаете, вот я уже, по-моему, как-то проводил пример Ниеми, Ниеми, да, который, вот, конечно, не вся жизнь описана его в Писании, не вся, фрагмент жизни. Когда он был виначерпием, там, ну, в рабстве, там, в служении, да, он был виначерпием, и когда он молился, и Бог его послал, восстанавливая стены Израиля. И вот такая короткая промежутка, ну, короткие, может, описаны, конечно, это были, года прошли, но какой-то фрагмент его жизни. И мы посмотрим, знаете, я как-то читал, я для себя подчеркнул, что этот человек в разные обстоятельства попадал, и он в разных обстоятельствах по-разному действовал и поступал, и в разных состояниях он оказывал верность Господу, и он сделал то дело, которое Бог его послал сделать, и он не получил поражения, он сделал все до конца, исполнил волю Божию, слава Господу. В разных ситуациях. И думаем, ну, такой человек, а вот откуда в нем, да, и когда я более внимательно исследовал, в начале книги написано о нем, я считаю, что это ответ, это ответ или секрет его благословения, его благополучия, то, что он исполнил волю Божию. Друзья мои, там написано, он молился Богу, он плакал, и он любил благоведь. Он молится и говорит, услышь рабов твоих, любящих благоговедь пред именем твоим. Он любил благоговедь. То есть внутренность его, она была все равно направлена к Богу. Он понимал свою зависимость от Него. И поэтому, и я так понимаю, что он получал эту благодать, о которой написано, что все мы получили благодать на благодать. Это тот человек, который понимал, что он без Бога ничего не может. Это тот человек понимал зависимость от Бога. Это тот человек, который любил благоговедь. То есть для него авторитет Божий был превыше всего. И он на него всегда полагался, друзья мои, и Бог его благословил. Слава Господу! Пускай Господь благословит и нас. В пятницу у нас было служение, и брат Олег говорил о той благодати, которую мы получаем, которая нам дана, друзья мои. Написано, соединяющаясь с Господом, есть один дух с Господом. Это Божья благодать, когда мы понимаем, что мы зависимы, мы ищем Господа. Приходя в это место, мы понимаем, что если Бог нас не посетит, никакие лозунги, никакие красивые псалмы, они нас не изменят, меняет нас только благодать Божия, которая изливается. Слава Иисусу! Когда Бог посещает, когда Бог касается сердца, она нас меняет, она нас поднимает, она нас укрепляет, она нас научает и делает способными, друзья мои, здесь, на земле, избирать всегда волю Божию, друзья мои. Пускай нас Господь благословит. Для этого нужно, чтобы мы искали, мы нуждались, мы хотели, мы протягивали руку, мы искали Господа, Его силы, Его благодати, которая нас однажды спасла, и сегодня она нас научает. Пускай Господь нас всех благословит. Господь Духом Святым присутствует на этом месте. Слава Иисусу! Он сегодня касается наших детей. Заговер сказал, что после этого псалма можно было сразу умолиться и обращаться из сердца, и взоры неба, друзья мои. Написано, те, кто к Нему обращались, лица их просвещали. Слава Иисусу! Только поэтому мы здесь. Только поэтому всякий раз мы приходим сюда. Потому что Дух Святой действует на этом месте. Аллилуйя! Слава Иисусу! Он сегодня Царь! Он сегодня Твой Спаситель! Твоя сила и упование! И пред Ним мы будем сейчас складывать свои сердца, свои колени, каждый со своей нуждой, в каждом своем положении, в своем состоянии. Господи, Ты нужен нам! Благослови нас! Аминь! Будем молиться!